добрый день дорогие друзья пришло время нашего урока буквально несколько секунд мы убедимся в том что есть интернет-соединение что она работает и может быть кто-то появится из слушателей и зрителей и скажет нам насколько это все слышимо и видимо иногда бывает вот и мы тогда сможем с вами начать наш урок вот есть здравствуйте ирина если будут какие-то погрешности просто вот мигните нам напишите скажите что вот плохо или хорошо или видно или не видно и слышно так здрасте здрасте всем а всем то есть да и так наш урок связан с недельной главой с недельной главой который мы будем читать в эту субботу это это недельная глава на бою c вот в реце яков мебершава и вышел яков из бирже вот я хочу сегодня поговорить ну не будем раскрывать сразу тему урока а она у нас в конце как-то так определиться эта тема урока смысл в том что яков покидает бирже в и сказано так я должен вам просто прочитать этот начальный отрывочек он очень известный вы его знаете и в габа маком буквально это и ударился вместо и достиг какого-то места и ночевался и и ночевал там и солнце пришло и взял он из камней этого места и легкие короче говоря вот вот что меня интересует и приснился ему сон до ваихалом вегине сулам муцафарца и и ему снилось и вот лестница которая стоит и першись на землю вирошо магия ашамайма а голова это этой лестнице достигает неба и вот ангелы всевышнего элокима у лимба и урдимба поднимаются и спускаются по ней и сам всевышний предстал перед ним и сказал я милосердный господь авраама отца твоего и господь и цхака земля на которой ты лежишь на ней и тебе она будет и твоему потомству и будет твое потомство как как афар хаарец прав земли то есть их будет много видимо очень да и ты распространишься вернее ты твое потомство значит на восток на 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 север на юг и на запад во все стороны ты распространишься и в тебе благословляться все семейства земли и в твоем семени это понятно вот такой сон ему приснился да и дальше что происходит он просыпается он просыпается и первая его реакция вот воякец яков мишнато и закончил яков свой сон и сказал видимо есть всевышний милосердный в этом месте а я и не знал я не знал и дальше написано интересно и испугался и сказал какое страшное манура какое страшное место это не иначе как это дом всевышнего имени судья и это ворота в небо да и дальше он встал утром и он саба взял этот камень которую положил под голову сделал из него памятник вертикально его поставил и он его на полил маслом и дальше идет текст обозначающий союз или связь или или клятву который дает яков перед всевышним и дал обязательство в ядер яков недер недер это клятва и сказал если господь милосердный бог будет со мной и будет охранять меня в дороге в этой и и я буду вернусь и даст он мне хлеба есть и одежду носить да то я знаю вернусь я с миром с миром я вернусь домой к отцу своему он дает клятву что тогда значит здесь будет храм построен и яков берет на себя обязанность отделять от всего что у него есть десятую часть да и последняя фраза которую я хочу вам привести ваиса яков рыглав воелых арца в ней кеды и яса и вознес яков ноги свои и отправился к сынам востока вот такая вот история она история известная история сна якова сон про лестницу и и в общем-то это очень важное место и понятно многие комментарии комментаторы и комментирует из нее выводят очень много моментов типа того что и ударился о место или заночевал там что это связано с молитвой молитвой мариф которая происходит происходит уже ночью то есть из этого отрывка выводится огромное количество моментов очень важных что меня здесь заинтересовало то что когда он просыпается яков пугается яков пугается да и что он говорит он говорит что это место страшное это место страшное он говорит вот и испугался и сказал какое страшное это место да не иначе как это дом всевышнего и это ворота в небо знаете традиционно когда люди думают просто думают о том что вот вот всевышний всевышний человек о всевышний милости в человеку потому что всевышний создал человека для того чтобы его насыщать давать ему некие положительные эмоции они отрицательные и всякий раз мысли вот эти о человеке о всевышнем и в их отношениях ну вроде бы должны вызывать в человеке положительные эмоции положительные а тут вдруг отрицательные эмоции и достаточно серьезная страх ну многие говорят не страх а трепет страх перед небом называется трепетом ну да ну если чуть поглубже вдуматься в это испытывает ли человек радость от того что понимает и или чувствует присутствие всевышнего я думаю что по-настоящему нет по-настоящему человек должен испытывать действительно чувство страха или трепета как вам нравится потому что качество человека они к сожалению противоположны по отношению ко всевышнему если всевышнего главное качество это альтруизм то наше главное качество это конечно эгоизм и несовпадение этих качеств конечно же может человек отвести до беды ведь же известно когда мы встали у горы Синай и это было наиболее близкое расстояние ко всевышнему ко всевышнему мы стали испытывать жуткий ужас да и души стали из нас вылетать и мы очень сильно испугались и стали убегать и сказали муше чтобы он пошел на гору мы подальше вдалеке постоим подождем его там таким образом яков который проснулся и сказал я не знал что вот это место где явное присутствие всевышнего что это место в котором ворота в небо то есть это жуткое какое-то место кошмарное я не знал я не знал я не знал дело в том что есть комментарии которые говорят о том что вот этот эта лестница этот сулам 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 на иврите лестнице числовое значение этой лестнице сулам если сложить все эти вот числа получится 130 самых ламбит мем собит 130 и таково же такая же гематрия у слова Синай ну да гора Синай у которой мы все стояли и получили там то что получили гора Синай а так вот такое сравнение лестницы с одной стороны и горы Синай с другой стороны то есть как бы эта лестница это какая предтеча предтеча горы Синай если яков является прородителем по существу иврейского народа двенадцать колен вышли из чересел якова его жен то этот народ встанет когда-нибудь у горы Синай так вот интересно я попробую понять что происходило в горы Синай из анализа того что происходило вот сейчас яковым когда ему приснился сон здесь есть очень такие любопытные моменты значит если эта лестница это гора Синай судя по гематрии это равенство гематрии говорит о равенстве смысловом значении слова то есть сулам и Синай одинаковые смысловые значения и значит мы можем сказать что вот вот этот сон это такое предвестие горы Синай что происходит с Яковом Яков все лег себе отдыхать спать лег и вдруг ему вот такой сон снится от которого он просыпается в ужасе я не буду разбирать детали почему ангелы сначала поднимаются потом спускаются хотя ангелы обитают на небесах и первое что я должен сделать я должен спускаться и вдруг я первое что они делают они поднимаются поднимается значит мы говорим о том что есть ангел место ангел хранящие места и вот он уходит из земли Кнаанской Ангел из земли Кнаана уходит А вот ангелы, которые по ту сторону Ордана спускаются, так это объясняется. И он проснулся ото сна, вот он очнулся ото сна. И первое, что его охватывает, ужас. И то, что он говорит, он говорит, я не знал. Не знал. Он апеллирует к знанию. Вот я знаю или я не знаю. Я не знал, что в этом месте присутствует Всевышний. Сама по себе фраза странная. Можно ли вообще знать, есть Всевышний или нет? Это большой вопрос. Но я понимаю, они обладали, наши пророчества обладали пророческим даром, и Всевышний к ним обращался. И даже в данном отрывке Всевышний обращается к Якову, он с ним разговаривает. Ну а раз он с ним разговаривает, то Яков четко и ясно слышит это и понимает, сознательно понимает, что тот, кто к нему обращается, тот сверху. Поэтому, может быть, для Якова вот понятие знал, знаю, оно достаточно релевантно, да? Ну, для нашего поколения это уже не релевантно, мы не можем знать. Он в ужасе от того, что он понимает или он начинает узнавать, знать, что здесь находится Всевышний. И что он делает? Он встает. Может быть, он проснулся еще до рассвета, я не знаю, но написано после этого, и встал ото сна. То есть проснулся, а потом встал ото сна. И вот этот камень, который, как говорят, из 12 камней, но во время сна слился во единый камень, тоже такое чудо, с камнем. Каждый камень хотел именно вот лежать у головы праведника. Он из этого камня делает мацеву. Мацева – это камень, стоящий вертикально. Ну, то, что надгробный камень, тоже называется мацева у нас. Или мацева называется памятник, памятный камень, на котором есть какая-то надпись, говорящая о чем-то. Он делает эту мацеву, вертикально стоящий камень. Он возливает на этот камень масло, такой ритуал, ритуал совершает, ритуал служения, ну, тип жертвоприношения. Потому что возлияние масла – это тоже тип жертвоприношения. И он дает клятву. Дает клятву. Тоже странная вещь, что если да, то так, и так, и так, и так. То есть, надо разбираться в том, что он говорит, потому что он говорит очень интересную вещь. Он говорит, он просит о том, чтобы милосердный был для него судьей. Он говорит, все это будет хорошо, если милосердный, четырехбуквенное имя, Ю-Хей-Ва-Хей, будет мне судьей. Просьба достаточно странная. Мы всегда просим наоборот. Мы просим, чтобы судья был для нас милосердным. А Яков попросил, чтобы милосердный стал для него судьей. Милосердие – это правая сторона. Суд – это левая сторона. Суд – это очень строгая сторона. И, ну, как вам сказать, нельзя испытывать Всевышнего, подвергаться вот этому суду и говорить, ну, попробуй, суди меня, посмотрим, что будет. Да, вот, выпрыгну с десятого этажа. А поймаешь ли ты меня или нет? А он взял и не поймал. И человек, получается, долетел сам по себе до земли. Ну, а дальше уж вы понимаете, что случается с этим человеком. Яков просит, он говорит, будь мне милосердный, будь мне судьей, и тогда я все выдержу. Он, наоборот, просит очень жесткого к нему отношения. Да? Хотя он не знает, что будет дальше. И потом Яков, он же человек шатров, он же не знает поля, а сейчас он собирается идти в поле. И он уже не молодой человек, ему за 60 лет. То есть просьба тоже очень странная. Но факт остается фактом. Он вот этот вот памятник делает, он возлияние делает, жертвоприношение, и он дает клятву, берет обязательства. И как только это происходит, хотя до этого Всевышний Ему все ему сказал, но это сказал во сне. Во сне ему сказано было, Всевышний Ему сказал, что он его выбирает, он его распространит, он его увеличит, через него будут благословляться все семьи. Все было сказано во сне. Но наяву теперь во сне есть во сне, да? А тут наяву он дает эту клятву, приносит жертвоприношение, масло возлияет. И дальше вот есть очень интересная фраза, что он вознес ноги. Прямо вот так и написано. И есть очень интересный комментарий такого комментатора, как Радак. Радак Рабидавид Кимхи, он жил во Франции в 12 веке, 1160 год. На юге Франции, Нарбонна был такой город. Он очень известный комментатор. И вот он комментирует эти слова и вознес Яаков ноги, что он пришел в состояние радости. И ноги стали его легкие, быстрые. Он прям понесся на крыльях радости. Меня заинтересовало. Вот эти этапы, которые переживает Яаков. Яаков лег спать. Во сне ему снится вот этот странный сон с лестницей. Он просыпается в ужасе, покрытый холодным потом. Он понимает, узнает, знает, что это жуткое место, в котором, видимо, присутствует Всевышний, и это ворота в небо. Жуткий страх. Потом он встает, совершает некое действие, ставит памятник, мацеву, приносит жертвоприношение, дает клятву. После этого его охватывает радость, и он несется навстречу тем событиям, которые у него запланированы. Ну и процесс проходит. От незнания к знанию, к страху, к ужасу, к служению, к радости. Я думаю, что вот этот процесс, который сейчас я определил, он, собственно, и происходил у Горы Сина. И о чем мы можем здесь говорить? Конечно же, разум человеческий – это самое главное, что у нас с вами есть. Мы видим, мы слышим, мы пытаемся оценить, мы включаем наши мозги, вот сколько есть, столько и включаем, чтобы разобраться и понять, что происходит вокруг, как нам нужно реагировать на это, следует ли вообще делать или, может быть, повернуться и уйти так тихонечко, чтобы никто не заметил нас. То есть, наше сознание, наш разум – это тот инструмент, который помогает нам, ну, в этой жизни существовать, ориентироваться. И, конечно же, мы чаще всего рассчитываем именно на него. На интуицию, конечно, можно рассчитывать и дожидаться ее. Будет, придет или не придет, озарение никто не знает. А разум можно включать. То же самое делает Яаков. Он пытается осознать, знаю я или не знаю, вдруг я узнал, узнал, да, знаю, здесь это так и здесь это ужасно. И вот любой из нас оценивает ту или иную ситуацию, положительную или отрицательную, и начинает делать какие-то выводы, анализируя то, что происходит. А дальше? Что мы делаем дальше? Вот Яаков дальше стал действовать. Он встает, строит этот памятник, приносит жертвы, принимает на себя обязательства, начинает действовать. Действовать по отношению к тому, в данном случае Всевышнему, о котором шла речь до сих пор, до этого, и которого он воспринял, оценил и жутко испугался. Он начинает действовать. И вот это вот действие приводит его к состоянию радости. И состояние радости уже дальше определяется тем, что он возносит свои ноги и несется куда ему нужно. В наш прагматичный, я бы сказал, век, прагматичный, очень прагматичный век, человеку сложно верить. Верить необычайно сложно. Я думаю, что люди, жившие до нас, давно до нас, они более просто преодолевали вот эту грань веры и неверия. Верить было проще. Может быть, души были возвышеннее, чем у нас. Но верить было проще. Сейчас верить очень сложно. Мы больше доверяем нашему сознанию и нашему разуму. Как прийти к вере? В данном отрывке, видите, смотрите, от «я не знал», «я не знаю» от сознания до состояния радости. Это и есть путь от знания к вере. Вера, она не нуждается в разуме, она не пользуется им. Это другой механизм. Она может его отрицать, не отрицать, и она относится к нему идиферентно, к разуму. Вера есть вера. Но вера, очень важно, что вера всегда сопровождается радостью. Что, когда Рабина Ахмин говорит, не отчаивайтесь, то есть радуйтесь, это значит, пребывайте в состоянии веры. Потому что только вера и порождает радость. Больше нет. Сознание не рождает радость. Ну, конечно, мы можем быть чем-то довольны, мы что-то получили, но это не сознание. Я что-то имею, я доволен. Является ли это радостью? Ну, по крайней мере, с религиозным точки зрения, это не радость. Радость – это когда действительно я ощущаю близость Всевышнего. Это то, на что я могу уповать абсолютно и надеяться в абсолютной защите. Это Всевышний и его ажгаха, то есть его наблюдение или его связь со мной или моя связь с ним. Только это и рождает в человеке радость, истинную радость. Она бесконечна. И поэтому радость всегда связана с верой. И вот в данном случае у Якова, смотрите, от осознанного момента того, что это опасно, это плохо, это ужасно, до момента абсолютной радости, когда его ноги вознеслись. И он понесся. И это было состояние веры. Не знания, а веры. Так вот, чтобы перейти от состояния знания к состоянию веры, что происходит? Он действует. Он что-то предпринимает. Он что-то делает. Так вот, когда я говорю о том, что в наш прагматичный век сложно человеку поверить, да, почему, допустим, вот в Еврееве есть заповеди, 613 заповедей. И, естественно, если вот перед человеком стоит необходимость выполнять эти заповеди, он ее спрашивает, а почему я должен их делать? Да, начинается все, как правило, с субботы. А почему все эти запреты, которые существуют в субботу, я должен выполнять? И это есть отдых, это есть удовольствие, это не делай, это не делай, это не делай. Вот как это может быть? Конечно же, на уровне рацио я не могу объяснить себе, средний человек не может объяснить себе, почему он должен вот это делать, вот это не делать. Он говорит, я вот понимаю, что такое вот там, вымыл руки с мылом перед едой, потому что так, ну, нужно там, много у нас вирусов, микроб. А зачем после этого еще омывать руки? Вот я вымыл их, вымыл, все, они чистые. А после этого я должен еще омыть. Это другой процесс. Он уже, ему уже сложно объяснить, почему чистые руки нужно еще поливать сверху водой, причем водой, которая оторвана от земли, и там есть масса условий. А почему на косяках его дверей нужно повесить какие-то там коробочки с надписями? Почему утром он должен на себя тоже вот каким-то образом какие-то вот надеть вот это, 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 что это такое, что-то за тряпочка с кисточками? То есть миллион вопросов. И разум не находит ответ. И, конечно же, если разум не находит ответ, человек говорит, ну, я и не буду этого делать. Так вот, пример, который здесь мы прочитали про Якова. Что сделал Яков? Он встал и без всяких вопросов начал действовать. Он начал выполнять что-то. В данном случае это было служение по отношению к тому, кто ему приснился. Тем тоже не был уверен. Это был всего лишь сон. Сон. Ему снился сон. Но он четко и ясно совершал некие действия. И вот эти действия приводят к чему-то. Вот и я думаю, что человек, даже если он говорит себе, что он не знает, не знает там про существование Всевышнего, сомневается, даже не задает себе таких вопросов. У него нет доказательств, нет отрицаний, но нет доказательств. Он не знает, зачем ему выполнять заповеди. Если он ощущает себя как часть еврейского народа, если он понимает, что еврейский народ живет уже достаточно давно, и у него есть определенные традиции, а почему бы просто вот просто не начать действовать, что-то делать, причем я ведь действую не потому, что я эти действия придумал, нет, эти действия существуют. Они существуют и мне они становятся известны из традиций, да, потому что вот за три с половиной тысячи лет создается некая история, некая традиция, некие накопления, они фиксируются, они есть в текстах, и их достаточно легко найти и прочитать, и что делать. И вот я, начиная совершать некие действия, видимо к чему-то приду. И исходя из того, к чему пришел Яков, что у него вознеслись ноги, и он испытал, согласно комментарию Радека, сильную радость, тире он поверил в то, что все будет у него хорошо, что он опекаем Всевышний. Я думаю, что каждый из нас, если он начнет какие-то действия совершать, действия, связанные с нашей традицией, взятые из традиции, то через какое-то время просто нужно иметь терпение и волю не бросить эти действия, а исполнять их на кажущуюся бессмысленность. Бессмысленно, но ты и делай. Поскольку это традиция, это не потому, что вот тебе вчера сказали это делать, это традиция давняя, тысячелетие люди так делают. И мне кажется, что в конце возникнет какой-то момент, когда человек начнет испытывать радость. А это значит присутствие Шихины, божественное присутствие, будет очень близко к ним. Это и есть признак радости. И вот тогда, может быть, ему будет дарована вера. Потому что вера только даруется. Веру нельзя, ну, не купить, не приобрести. Знания можно каким-то образом накопить. Веру нет. Вера – это дар. Он может быть дан человеку, может быть, не дан человеку. Так вот, совершая некие действия, связанные или взятые с традицией, я думаю, что человек обязательно достигнет определенного уровня веры. И я вижу прямую зависимость между тем, какие действия совершаю и какой уровень веры мне будет дарован. Вот этот вот небольшой пример по поводу Якова, который вот наткнулся на место, уснул, видел сон, и что он делал после сна, как раз меня навело на эти размышления, хотел с вами поделиться. Как, в чисто прагматическом смысле, вот этот отрывок можно, ну, как-то применить на себе. Как через, от знания, через действия, можно прийти к вере. Вот это я вам хотел рассказать. Хотя в нашей неделе очень многое. Ну, вот только вот это. А сейчас я прочитаю, может быть, действительно есть какие-то конкретные вопросы в связи с тем, что я вам сказал. Всем здравствуйте, всем, всем, здравствуйте, всем. Так. Вопросы я... Шалом, шалом. Я не вопрос. Так. Нет, конкретных вопросов никто не задает. Ну, ладно. Хорошо. Ниша, а как определить истинную веру? Это вопрос у тебя там написан, как будто бы. Это вот моя жена Наташа из соседней комнаты спрашивает. Безусловность? Как определить истинную веру? Вера, понятие очень относительное. Истинность веры нельзя никак определить. Вера – это состояние, в котором нахожусь я. Состояние моей души. Поэтому ее оценить со стороны нельзя. И поэтому... В чем она характеризуется? Безусловностью? То есть, мне ничего от Бога не надо? Нет. Она, конечно, характеризуется безусловно. Это состояние. Вера – это состояние, в котором я нахожусь, и которое меня подталкивает к разного рода действиям. То есть, ну, как состояние радости. Вот что такое радость? Радость – это состояние, в котором пребывает человек. Но долго удержать радость нельзя? Нет. Нет. Так веру тоже долго нельзя удержать. Поэтому вера, она дамочка капризная. Она может и куда-то уйти в сторону, и улетучиться, и исчезнуть. И вдруг вот чувствуешь, что депрессия началась. Не верю ни во что. Это тоже может быть. Потому что вера – это непостояние. Не то, что я выучил, что там теорема Фагора выучил. Я ее знаю всегда. Но если я больно не ударюсь головой, не забуду. Так я ее знаю. Это вера. Не так. Вот сегодня вдруг она меня посетила, исходя из того, что я что-то сделал. А завтра я могу проснуться. И я не верующий человек. Я не верю. Со мной что-то происходит другое. То есть это как езда на велосипеде. Нужно все время крутить колеса. Когда ты перестаешь крутить колеса, он либо останавливается, либо падает. Так заповеди… Заповеди… Заповеди – это есть путь к вере для меня. Заповеди – это есть некие деяния, которые тебя приводят к этой вере. И чем… Если еврей всю жизнь с малолетства эти заповеди выполняет, то эта вера в той или иной мере всегда находится в нем. В нем присутствует, там есть. Вот это состояние поддерживается. То есть это как биомеханика. Ты сделал и тогда поверил. Да, это как еда. Если ты не поел, ты все время голоден. Ты испытываешь чувство голода. Ты начинаешь эту еду искать. Чтобы ее найти, нужно утруждаться как-то. Ты питаешься, и тогда ощущаешь чувство сытости. Тире чувство радости, тире чувство веры. То есть ты улыбнулся, и появилась радость. Надо улыбнуться. Да, вот как американцы. Знаете, они вот широко и много улыбаются. И поэтому они действительно радостные нации. Они радостные люди. А если ты все время грустишь, евреи ведь как говорят? Говори хорошо и будет хорошо. Даже начиная с уровня слова. Говори о том, что нормально. И мир станет нормальным. Мир станет лучше. Да, вот так. Ладно. Всего хорошего. Я вам желаю хорошей субботы. Здоровья. Ну и до следующей недели. До свидания.